А мы тут вам предлагаем и вознаграждение хорошее, озвучивалось конкретно 300 тысяч рублей в месяц, и трудоустройство супруги, и решение жилищных проблем. Человек, который сидит и никогда ничего против власти не делал, и не боролся с ней, всегда воспринимал её как царя, как наместника Божьего, да, естественно, ему пойти даже на согласованный митинг — это нечто просто такое вот из ряда вон выходящее, нечто недопустимое. Поднимается самооценка, у них вот это самосознание поднимается, что можно решать самим все проблемы, что выходить на улицу можно, ничего за это не будет. Это работает. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас в эфире обещанная, уже анонсированная встреча с депутатом Московской городской думы Евгением Ступиным. Добрый день! Да, всем привет! Павел, привет, Ратя Ви. Евгений — опытный, квалифицированный и политик, и юрист. Он работал и в Средственном комитете, и в службе по исполнению наказаний, был в разных должностях, сейчас занимает жестко-оппозиционную позицию. Евгений, в двух словах. Сейчас очень интересная ситуация разворачивается вокруг, интересная и грустная ситуация вокруг депутата вашего коллеги Олега Шереметьева. Что происходит? Что за обвинение ему выдвигают? В чем причина? Слушай, ну, обвинение выдвигается по части 4 статьи 159 УК РФ. Это мошенничество в особо крупном размере, наказание до 10 лет лишения свободы. И причиной послужил, скажем так, донос со стороны его бывшей помощницы, которая была недовольна тем, как он, скажем так, распределял премии. И вот таким образом из-за сложившихся у них межличностных неприязненных отношений она, видимо, решила вот так вот отомстить. Ну, по той информации инсайдерской, которая имеется, что в отношении нее уже тоже то ли возбуждено, то ли готовится к возбуждению уголовное дело. То есть тот, кто думает, что вот я вот сбагрил, пошел на сделку с Единой Россией, все со мной будет, все хорошо. Нет, не будет. Не будет. То есть Единая Россия топчет всех, и правоохранительная система. Сначала растоптали одного ее руками, а теперь ее же саму. Евгений, это началось все после того, как вы инициировали депутатское разбирательство по поводу двух миллиардов рублей, которые заработал председатель Шапошников. Да, совершенно верно. Ну, на самом деле, Олег Михайлович Шереметьев, он такой жесткий был, достаточно депутат, да, в плане выступлений. И критиковал неоднократно Шапошникова, угрожал даже на него стакан воды вылить, когда тот хамство проявлял в ходе заседания. Ну и, соответственно, Шапошников решил ему отомстить за это. Мы это понимаем. Возможно, мэрии там тоже неприятно было все это делаться. Понятно, что небезведомо аппаратом мэрии все это происходило. Ну, и последней каплей, видимо, стало вот как раз инициирование процедуры недоверия. Семь человек, девять человек подписали проект постановления о недоверии. Необходимо было минимум пять. Есть информация, что одного они уже уговорили отозвать свою подпись. С Олегом расправились вот так вот. Ну, видимо, будут работать по всем, лишь бы как-то сохранить Шапошникова с его двухмиллиардным доходом и вот с его такой раболепной позицией перед мэрией. Вам уже какие-то угрозы или предложения подкупа, чего-нибудь интересного поступали? Мне поступали с самого начала два предложения, как только я избрался. Тогда еще никаких сильно оппозиционных заявлений не было с моей стороны. Ну, видимо, решили, ко всем, наверное, такой заход был, решили вот сразу решить проблему путем там небольших материальных подачек ежемесячных. И с чего начался разговор, что интересно, ну, у вас же не будет зарплата, как вот вы будете жить? А мы тут вам предлагаем и вознаграждение хорошее, озвучивалось конкретно 300 тысяч рублей в месяц. И трудоустройство супруги, и решение жилищных проблем. И вот все эти проблемы. Ну, в итоге сейчас, да, приходится... В связи с кризисом супругу сократили, приходится ее устраивать самому, естественно, и добывать пропитание. Все эти вопросы решать, жилищные в том числе. Ну, так, да, непросто. Сейчас уже не подходят ко мне, по крайней мере, ну, к другим не знаю. Зато совесть чиста. Чего тут таить и шило в мешке? На меня следователи тоже, как некая инсайдерская информация, на меня тоже копают, на меня собирают материал. По поводу того, что я защищаю Платошкина, следователям по этому делу очень это не нравится. И, соответственно, мы ходим кормить голубей. Мы не проводим никаких ни митингов, ничего, но информацию уже на меня собирают. Вот удивляюсь, как ты так это самое... Галями, ну, видишь, как быстро сразу... Вас с Соловьем пока не трогают. Ну, я все-таки не политик, у меня нет за плечами ни партии, никакого движения. Мы просто устраиваем открытый микрофон и общаемся. А вот как раз самое время поговорить о том, какие методы борьбы, давления на власть, вообще активизма, они законны? Какие, предположительно, вызовут проблемы, до чего опускаться точно не стоит? То есть часто можно услышать и призывы к совсем каким-то агрессивным, там, всех на вилы, сожжем, расстреляем. А некоторые люди боятся даже на согласованный разрешенный митинг пойти. Давай вот с этого начнем. Когда проблемы, когда не будет проблем? При преодолевании сопротивления власти, да, при какой-то проблеме, нужно начинать с самого малого. Человек, который сидит и никогда ничего против власти не делал, не боролся с ней, всегда воспринимал ее как царя, как наместника Божьего, да. Естественно, ему пойти даже на согласованный митинг — это нечто просто такое вот зря до вон выходящее, нечто недопустимое. Первое, что нужно людям говорить, это пишите жалобы по вашим районным проблемам. Многие, к сожалению, даже этого не делают. Вот большинство даже этого не делает. Вот это удивительно, я с этим сталкиваюсь. Вот сколько я сейчас с депутатом работаю, с активистом работаю. Ну вы пишите, мне говорят, вот озеленения нет в районе. Вы сами писали, мы говорили главе управы. И что вы говорили? В итоге я пишу письмо в Роспотребовый департамент прудопользования. Мне отвечают, что ранее заявок не поступало, но вот сейчас мы вашу заявку рассмотрим. Впервые слышим, мы ничего не знали. Ну а наши люди, они, наверное, стесняются, они не хотят показаться жалобщиками, это еще с детства внушается. Жаловаться нехорошо, нужно терпеть. Нужно терпеть, тогда ты хороший мальчик, хорошая девочка. И кто-то это когда-то якобы оценит. На самом деле никто не оценит, все будут просто ноги вытирать. Поэтому первое, что нужно писать жалобы и по таким, по небольшим вопросам, вот в виде озеленения, например, ремонта дорог, там, может быть, трудоустройство, не трудоустройство, устройство, там, ребенка в детский сад. Это все может помочь решать эти проблемы, реально помочь. Без митингов, без каких-то крайних там вещей, да. В этом вопросе людей часто останавливает, они не знают, как написать жалобу. У нас есть где-то какой-то портал, где образцы жалоб по разным вопросам собраны. Может нам создать такую группу? Нет, он есть на самом деле. Это «Сердитый гражданин», например, портал. У Навального там есть «Росяма», «Роспил». На самом деле, да все это не нужно. То есть, если вы, например, видите, у вас детская площадка возле дома разрушена, заходите на сайт МОСРУ, обратная связь, пишите там кому, правительству Москвы, ну там, рубрикатор, он сам это все дает, и пишите, у меня возле дома номер 5 по улице Ивановской разрушена детская площадка. Прошу вас с ней, два предложения, не надо ни на что ссылаться вообще, два предложения, все, и это уйдет в работу, это будет дальше работать. А пока мы ищем какие-то образцы, пытаемся какие-то госты найти, не надо, это уже другой уровень совершенно. А вот в тех регионах, где ни московский, ни столичный, у нас здесь все-таки достаточно проработанная эта система, а в других регионах как? Это работает так же. Может быть, в меньшей степени, в плане того, что там меньше возможности у местной власти отреагировать, и она меньше отдрессирована, скажем так. Все-таки здесь люди активнее, они больше пишут, и власть понимает, что если не напишем, может и прокуратура привлечь кого-то. В регионах может быть посложнее, но так же работает не с первого, так и со второго раза. Недавно я, например, ездил в город Каргополь, Архангельская область, а там дороги плохие в этом городе, написал жалобу. Мне ответили, что денег нет, но дороги сделали в итоге. Молодцы, молодцы. За свои, за свой счет сделали дороги. Изыскали где-то возможность, правда, там претензии тоже по качеству, но это работает. Так, с жалобами начинаем, но если власть все-таки не реагирует. Вот сейчас я слежу в том числе за ситуацией вокруг района Левобережной, и ты тоже там участвовал, то, что там вырубается березовая аллея, там собрали 5000 подписей, но власть продолжает одобрять стройку, на которой там нет разрешающих полного пакета, по крайней мере, документов. Деревья валятся, их уже никто не вернет. Жалобы написаны. Что можно делать в такой ситуации? Ну, эта ситуация сложнее, сразу говорю, намного сложнее, чем там детские площадки условные. Просто в силу того, что там миллиарды рублей задействованы. Десятки миллиардов на эти стройки. Понятно, и откаты соответствующие чиновникам прибыли застройщика. То есть, естественно, все это идет. Там работа большая ведется. Мы на прием к прокурору города ходили и добились уже подачи, подготовки иска ими о признании действующим разрешения на строительство. Добились уже того, что прокурор направил требования возбуждения уголовного дела в связи с подделкой документов на разрешение на строительство. Ну, там не только я принимаю участие туда. И Рашкин, Валерий Федорович, выезжал. Митрофин туда часто выезжает. То есть, там такие коллективные очень усилия, на самом деле, происходят. И это нормально, это хорошо когда-то. Коллективно всегда больше шансов получить какой-то результат. И ключевое там, самый ключевой фактор, это то, что жители выходят. И я помню, даже со мной встреча была зимой, там порядка 500 человек вышли. 500. Вот каждый двор сможет 500 человек взять и собрать. Нет, там люди активные, они вышли, они молодцы, они защищают. Поэтому они, вот эта история, если бы не активность людей, она бы уже давно-давно закончилась, уже все было бы вырублено и построено. Это надо понимать. То, что они сейчас, несмотря на сопротивление, все-таки стройку эту ведут. Начали, скажем так, да, не ведут, начали только-только. Это не значит, что кругом одни неудачи. Это значит, что просто в полном объеме не удалось добиться того, чего хотим. Но значительная часть все-таки тех целей, она достижима, по крайней мере, затормозилась. Ну хорошо, вот сам по себе, сбор подписей, в каких ситуациях он может быть эффективен, больше, чем обычная жалоба одного гражданина? Ой, да ни в каких практически. Вот сбор подписей, это, наверное, я сам его многократно собирал, честно, занимался этим, и убедился, что это, наверное, самое бесплодное занятие. Потому что что тысяча подписей, что одна подпись, для жалобы, это все равно как одна жалоба идет в регистрацию. И, соответственно, власть это рассматривает как одну жалобу. И, к тому же, мы понимаем, что то, что вы там подставили подпись, и выйти там на улицу, в дальнейшем как-то отреагировать, это абсолютно разные вещи. Те проблемы, на которые власть готова пойти для решения их без каких-то крайних мер, они есть эти проблемы. Мы их озвучили, их еще там несколько порядков. И для них лучше всего, когда пишут несколько человек с разных аккаунтов своих, да, жалобы. То есть много жалоб по одному вопросу? Да, когда поступает тысяча жалоб, от одного человека каждая жалоба, это намного эффективнее, чем поступает одна жалоба, которую подписали тысячи человек. Даже 10 жалоб от 10 человек намного эффективнее, чем одна жалоба от тысячи человек. А вот если сравнивать, так скажем, отзывчивость или чувствительность разных элементов системы к жалобам, ну, например, вот беспокоимся за Николая Платошкина. Кому есть смысл писать жалобы по его там судебному разбирательству? В прокуратуру, в Верховный суд, в Следственный комитет, в администрацию президента, в приемную президента. Вот какие инстанции ты можешь указать, как те, которые реально на что-то реагируют? По Платошкину, я думаю, решение будет приниматься в администрации президента, в любом случае это фигура общероссийского масштаба, поэтому имеет смысл писать именно туда. Понятно, что не перешли, понятно, что будет отписка, это 100%, это даже не обсуждается, но от уровня общественного резонанса может зависеть и меры пресечения, и наказания, и даже вопрос о прекращении дела. Если будет массовое количество жалоб, то власть, возможно, будет опасаться каких-то действий. Но ключевое по таким политическим фигурам, это, конечно, выступление граждан. Это исключительно политический вопрос, он не социальный, да, соответственно, здесь только активность граждан, именно уличная, может сыграть роль. К сожалению, ее, по сути дела, не было. Хорошо, переходим к вопросу уличной активности. Пикеты, митинги, сходы, перекрытие дорог. Пожалуйста. Да, да, да. Пикеты сейчас никак не запрещены, соответственно, пикетами можно пользоваться. Сходы, ну, в рамках встречи с депутатом... Так, я предлагаю этот ролик в этой части сделать прямо вот как обучающий. Пикеты — это ситуация, когда она может быть одиночная, может быть неодиночная, групповой пикет или массовый пикет. Когда люди стоят с плакатами и проходящие мимо другие жители города или населенного пункта, они видят, что написано за лозунги, и, соответственно, это такая наглядная агитация. При этом возникают провокации. Например, чтобы провести одиночный пикет, то есть вы один встаете со своим плакатом и что-то демонстрируете, бывают провокации. К вам подходит другой человек, это может быть сотрудник силовых структур, ставит свой плакат рядом. Вас уже двое, значит, это групповой пикет, на него надо было заранее подавать заявку, вас арестовывают, естественно, того провокатора отпускают, он свой, а на вас оформляется штраф и административный протокол. Ну, Паша, я, с одной стороны, с тобой согласен, конечно, ты прав как бы в этом отношении, что такое может быть, и такое периодически бывает. Ну, вот в моей практике пикетов, ну, я несколько, не знаю, десятков точно в них участвовал, а такого ни разу не было. То есть это, ну, все-таки это достаточно редкий случай вот такого вмешательства. Ну, и потом, надо понимать, у меня тоже был страх раньше, и у многих... А что вот будет, если пикет, ну, предположим, он будет признан каким-то незаконным? Ну, вот меня задержали один раз за пикет, так, вроде бы незаконный, ну, пять тысяч штрафа мне дали. Ну, и что? А вот эта история с журналистом Ильей Азаром, который встал с пикетом, и его тут же задержали, и нескольких вместе с ним, это что была за ситуация? Ну, вот это было из-за пандемии, то, что мы, соответственно, запрещали нам даже в пикеты выходить, да, в то время. Это май, по-моему, да, конец мая, июнь. Ну, и что, ну, пять тысяч штрафа, и что теперь? Ничего такого особо страшного-то не произошло. А сейчас уже можно в пикеты вставать в Москве? Сейчас, да, ну, и раньше-то было можно, но не запрещалось. Просто они трактовали это как то, что пикет является общественным мероприятием, поскольку к нему подходят журналисты, много людей и так далее и тому подобное. Это и сейчас, в принципе, они могут перегнуть так палку. Ну, видимо, там какое-то указание пришло, что ли, что действовать только, когда возле каких-то силовых прям органов ФСБ, МВД, администрация президента. То есть, там, например, те же пикеты у мэрии, у Госдумы, они как-то спокойнее воспринимаются. Почему? Ну, наверное, мэрия для них не сильно значимый субъект. Так, другой вопрос, встречный по этой же теме. Долгое время нам отказывали, ограничивали проведение любых мероприятий. В это же время, в конце июля прошел в Москве полумарафон, в котором приняло участие там что-то больше 10 тысяч человек. То ли 13, то ли 17. Это как? Это вообще, с точки зрения здравого смысла, это необъяснимо. Как, кстати, необъяснимо и парад победы, который у нас там в июне был проведен, да? Как и необъяснимо вот это голосование, которое 1 июля абсолютно, в котором не было никакой необходимости, которое можно было перенести. Выборы, мы понимаем, проблематично переносить, потому что полномочия людей там, да, непонятно какими становятся. А тут-то какая проблема была перенести хотя бы на единый день голосования. Но нет же, не захотели. Не захотели, потому что нужно было срочно фальсифицировать, пока рейтинги не упали у власти. Оно все объясняется только желаниями власти. Следующий пункт нашего обсуждения. Это про пикеты понятно. Можно сейчас проводить. Делаете плакат, встаете в общественном месте, проводите одиночный пикет. Главное, чтобы расстояние до следующего пикетирования было сколько там, 50 метров? 50 метров. Да. Да, значит, а если пикет массовый, куда нужно подавать заявку, если у вас собралась группа, там, 10 активистов, вы хотите все вместе показать свои плакаты, это вообще одобрят, не одобрят? Заявку нужно подавать в префектуру соответствующего округа, где проживать. Ну, я про Москву сейчас говорю. И если, по-моему, больше 5000 человек участвуют в акции, тогда в мэрию. Ну, сейчас они всем отказывают, это понятно. Сейчас бесполезно подавать. Да уже, наверное, никто не будет подавать. Зачем просто? Все понимают, что сейчас еще определенное разочарование у людей идет даже мирными митингами, потому что мы видим, по примеру Хабаровска, например, что люди-то, понятно, мы все равно их все поддерживаем, потому что у них поднимается самооценка, у них вот это самосознание поднимается, что можно решать самим все проблемы, что выходить на улицу можно, ничего за это не будет. Это все как бы правильно, но с другой стороны, по факту, результата-то нет. Два месяца, да? И у людей, кто из других регионов смотрит, у многих сейчас вот эта ситуация возникает, а какой смысл выходить, если результата нет? И по политическим вопросам его и не будет от таких выступлений. Ну да, у людей настроение радикализируется. Сначала Хабаровск просто просил за фургала, потом верните наш выбор, сейчас Путину дало и правительство в отставку, что будет дальше, можно только догадываться и предполагать. И все-таки, вот что считается митингом? Насколько я понимаю, митинг это предполагается использование мегафонов или мощных колонок звукоусиливающей аппаратуры, и также сцена. Правильно? И агитирующих. Ну, плакаты, да, это в пикетах они используются. Да, по митингам мы, ну, отличительные признаки ты назвал, соответственно. Если нам отказывают, мы можем обжаловать, но сейчас их провести как бы легально, ну, в случае разрешенно, практически невозможно. Но мы видим, что они проводятся, и, кстати, не только в Хабаровске, в Башкирии, в Татарстане, по сути дела, проводятся, да, в Воронеже даже что-то подобное возникало. И отличие к ситуации, там был протест не политический, там был протест сугубо экологический. И там, кстати, власть пошла на уступки, несмотря на несанкционированные протесты, несмотря на силовые столкновения. Она пошла на уступки по всем трем регионам. И в итоге жители решили свои проблемы. То есть по-хорошему они там писали жалобы, что-то просили, ничего не действовало. А вот вышли на улицу и добились решения. Забавно, в Башкирии, на самом деле, сейчас новый конфликт нарастает. И интересно, куда это все зайдет, будет ли власть реагировать превентивно, или там опять дойдет до столкновений. Но люди, один раз им удалось добиться исполнения своих требований, сейчас они сразу подключаются к новым вопросам. Я думаю, что постепенно такими действиями они дойдут и для отмены пенсионной реформы, и чего угодно можно добиться, если быть активными. Ну да, совершенно верно. Главное вот этот задор не терять в себе. В Москве, к сожалению, сейчас мы фиксируем спад такой внутренней активности, спад готовности людей протестовать, потому что упал жизненный уровень, и люди заняты выживанием. И вот в этой пограничной, на этой границе выживания, когда ты не обеспечен, когда ты вынужден на нескольких работах, может быть, работать, чтобы выжить, ты меньше всего думаешь о митингах. И ты о них начинаешь думать, либо когда ты обеспечен, и вот тебе хочется каких-то реализаций политических прав и свобод, либо когда тебе уже есть нечего, или ты понимаешь, что тебе там уже через неделю будет есть нечего, вот тогда ты идешь. А люди сейчас вот как раз у нас во многом на пограничной ситуации, поэтому прямо сейчас вот я думаю, что митингов в Москве ожидать не стоит. Хорошо. Вот кормление голубей. И это, вот многие боятся, вы пойти, а то будет арест, будет задержание, что можно делать, что нельзя делать. Вот была ситуация, когда сторонники Николая Платошкина гуляли по центру города, так называемые, кормили голубей, но они все надели одинаковые футболки. И на этом основании сочли, что это определенная публичная массовая акция, поэтому, соответственно, там больше 30 человек были арестованы, на них также составили протоколы, влепили им штрафы. Какие действия можно делать, кормить голубей, какие действия нельзя делать? С учетом нашей правоприменительной практики, мы же говорим не как это в теории, да? Да, 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 именно то, что вот простой зритель, он думает, в чем принять участие, а в чем не принять, что ему делать? Теоретически, любое кормление голубей, если к нему призывали изначально, да, и намекали на какие-то политические, скажем так, подтекст какой-то, политическая цель этого мероприятия, то оно может быть квалифицировано как несанкционированное массовое мероприятие, теоретически. Но происходит это далеко не всегда. В реальности полиции тоже не хочется с этим связываться, это для них геморрой, это просто лишняя работа. Ты хочешь себе лишнюю работу без увеличения заработной платы? А у них и так ее реально много заработают. Вот у тех, кто на земле работает, то вот этими штрафами заниматься их немного. Поэтому без конкретного указания сверху они сами не будут ничего составлять. Чтобы было указание сверху, это какая-то серьезную угрозу должна для себя власть увидеть в этом мероприятии, прям серьезную. Пока этого не происходит, соответственно, нет репрессий. Здесь я вот вижу какую закономерность. То есть можно предположить, что группа сторонников Николая Платошкина, они были задержаны за то, что это был указ из администрации? Ну, я думаю, что да. Скорее всего, по Платошкину, по Навальному, там именно сигналы идут от администрации президента. Если скажем по моему коллеге Шереметьеву Олегу Михайловичу, я думаю, что все-таки это мэрия и руководство Мосгордумы, заказчики, да, там именно администрация президента. Или сам президент. Ну, понятно. Значит, так называемые народные сходы. Вот сейчас часто можно услышать призывы, давайте выйдем, это не митинг, это просто народный сход. А выглядит это просто толпа людей, но тоже кто-то что-то всем кричит, и от митинга отличается только отсутствием сцены, пожалуй. Вот в право привинения народный сход, он как будет рассматриваться? Просто как митинг, не санкционированный, всех под одну гребенку штрафы и уголовки? Всех никогда не будет. Вот это вообще исключено, такого не бывает. То есть обычно ловят организаторов. Вот ты призываешь, например, кормить голубей, ты под реальным риском. Все остальные, кто уходит, у тех риск настолько минимален, он пренебрежительно мал, я бы так сказал, того, что будет какая-то административка. А вот у тебя реальный этот риск есть? Например, у Соловья, у Валерия есть, который тоже призывает к гражданской солидарности 19-го, 20-го сентября. У него есть. Но у людей, вот у обычных, которые вышли на этот сход и покормили голубей, практически нет. Я не помню вообще мероприятия, где бы арестовали всех или кого-то, кроме активных, прям вот самых активных участников. Меня заинтересовала твоя формулировка, то, что привлекает людей, кто, соответственно, зовет гулять или кормить голубей, любоваться достопримечательностями и намекает на какие-то политические лозунги. Как суд будет принимать намеки? Ну, будет, будет. Это как бы... Это происходит. Сейчас можно фантазировать, как это может быть, но, к сожалению, суд в основном принимает. Хотя бывают исключения, бывают особенно в регионах, когда суды относительно независимы от местной власти и отказывают в таких арестах. Такое тоже было. На самом деле, например, было, я так скажу, если ШИС, надо вспоминать, там, в Котласе, в Кудаме, местные судьи, они, например, вот очень так, это самое, осторожно относились к таким арестам. Далеко не всегда их удовлетворяют. Потому что они сами там жили, они с этими людьми сталкивались в своих поселках, в своих городах тесно, и поэтому вели себя не всегда, скажем так, нагло по отношению к жителям. А что касается перекрытия дорог, вот это считается еще с 90-х годов очень эффективный инструмент. Что это, как оно работает, как его применять, не применять? Все, кто участвует в перекрытии дорог, рискуют, конечно, административной ответственностью. Там, по-моему, есть даже специальная статья о препятствии движения транспортных средств. Опять же, штраф, но относительно небольшой. И, соответственно, для организатора это может быть арестом грозить. Для организатора. Но, с другой стороны, это реально эффективно работает. Вот после этого на проблему сразу начинают обращать внимание. Прямо сразу. Вот то, что собрались на сход, это обратят внимание, не обратят. Тут бабушка на двое сказала. Да, все. Перекрыта дорога, это значит что-то серьезное. Это значит, люди настроены решительно, если люди вот пошли уже на такой шаг. И вероятность решения проблемы прям сильно повышается. Я могу это с уверенностью говорить, потому что вел переговоры в мэрии. И в мэрии Москвы на проблему мусора обратили внимание именно, когда были перекрыты дороги в Волоколамске. Вот тогда они поняли, что проблему надо решать. А есть мнение, что довольно безопасный формат перекрытия дорог, когда просто люди по пешеходному переходу ходят туда-сюда, туда-сюда. Как это расценивать? Ну, безопаснее, но административку там все равно можно склопотать. То есть говорить о том, что это абсолютно безопасно нельзя. Так, ну что мы еще не рассмотрели? Это видеообращение или какие-то еще методы борьбы? Ну, видеообращение менее эффективно, конечно, чем перекрытие дорог, например, чем митинги. Но они могут быть эффективными, если это прощение какое-то креативное, и оно расходится прям миллионами просмотров. И если, например, оно, предположим, с какой-то звездой. Вот мы помним, что по Башкирии там Галкин вступился, да? Галкин также он по охранной зоне в Подмосковье активно вступался. И в обоих случаях сработало, потому что это очень медийная личность. И все то, что он говорит, это транслируется, это расходится. И на это неизбежно обращают внимание и власти, и жители. И это формирует определенный тренд. Поэтому то, что говорят знаменитости, это важно. То есть нужно заходить к ним на каналы, на страницы в социальных сетях, и просто спамить, призывать, там, поддержите Платочкина, Шереметьева, и всех-всех по списку. Да, да. Это, если удастся этого добиться, это может быть эффективным рычагом. Хотя я думаю, что именно в политическом плане это вряд ли будет иметь воздействие. Даже Галкин тут вряд ли что-то сможет изменить, если вступится. А вот в решении экологических проблем очень может быть. Ну что ж, мне кажется, мы все рассмотрели. Евгений, большое спасибо. Обращайся. Друзья, ваши вопросы пишите в комментариях, ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь на канал Евгения Ступина на YouTube, подписывайтесь на наш канал. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Всего доброго. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...